Жалобы, 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 претензии, нарекания. Жалобы, 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 плохие воспоминания. Как живёт Карагандинский регион, что происходит на окраинах и в центре? Обо всём об этом расскажет наша книга «Жалобы». Я Антон Александров. Здравствуйте. Добиться чистоты пытаются жители второго дома в микрорайоне Степной-2. Дело в том, что мусорка по соседству регулярно подкидывает сюрпризы. Здесь постоянно собирается большое количество коробок и прочего крупногабаритного мусора. Пока это всё ожидает вывоза, отдельные части собранных отходов ветром разносятся по окрестностям. От этого и недовольство. Как ни собирать мусор, территория всё равно будет грязной и захламлённой. Ветер дунет, весь мусор этот в подъезде будет. Жалобы, жалобы, жалобы. С каждым днём растёт свалка и на улице Суворова. Здесь пустующая территория засыпается залой, строительным мусором и прочим бытовым хламом. Такое захламление идёт уже не первый год. Посреди пролегает тропинка, по которой из частного сектора можно попасть к многоэтажкам 23 микрорайона. Вдоль излюбленной дорожки мусора как раз и появляется больше всего. Вот ещё одна глобальная свалочка, многолетняя. Тропинка протоптанная уже. Несанкционированная свалка разрастается в Пришахтинске. На улице Арман напротив 32-й школы имеется зелёная зона. Там вот, идя по тропинке, можно каждый день наблюдать, как появляются новые кучи с отходами. Хотя в укромном месте уже организовали местечко для отдыха бомжи. В итоге здесь регулярно появляются пустые бутылки и жестяные банки. Проблема эта преследует местных жителей не первый месяц. Отходов здесь столько, что одним камазом не обойтись. Благо зелёная зона скрывает весь этот ужас. А когда листва падёт, всё это предстанет для всеобщего обозрения. Это всё бывшая 22-я школа, ныне пекарня. Вот такой вот полисаги, где ходят дети. Борьба с живительной влагой развернулась на улице Металлургов, что в Михайловке. Дело в том, что утечка на водопроводе не даёт покоя местным жителям. Вода напитывает почву и сочится в погреба и подвалы. Видно, что на месте работали коммунальщики. В итоге здесь разрытые траншеи и специальные ограждения остались. Только вот проблема, по словам жителей, не решилась. Первый дом на улице Металлургов топит. Вода сюда стекается, потому что строение находится в низине. В итоге проблема ощущается острее. Только вот как ликвидировать утечку местные жители не знают. Обращения по инстанциям желаемого результата не приносят, говорят возмущённые. Между тем в компании Караганды Су нам сообщили, что по указанному адресу была произведена замена 20 метров проблемного участка водопровода. После места разрытия засыпали грунтом. На предмет выявления новых утечек будет произведено дополнительное обследование территории. Ремонт асфальтного покрытия требуют автолюбители, что ездят по улице Новоселов. Здесь и колея имеется, и дорога усеяна мелкими ямками. В итоге водители вынуждены осваивать фигурное вождение. Даже при искусной езде ходовая часть автомобиля не выдерживает, жалуются автолюбители. От этого и недовольство, что дорога востребованная, а передвигаться здесь проблематично. Вот это улица Пичугина. Начиная от водоканала до железнодорожного вокзала, по ней просто невозможно ездить. Она вся в выбойных ямах. Я даже не знаю, как это назвать. В отделе коммунального хозяйства пояснили, что ремонтировать эту дорогу будут в течение двух лет. Работу уже начали проводить на участке от транспортного кольца улицы Терешковой в сторону улицы Пригородной. В общем, капитальный ремонт охватит 4,7 километра улиц Пичугина-Новоселов, вплоть до железнодорожного вокзала. Пока будет позволять погода, в этом году будут укладывать нижний слой крупнозернистого асфальтобетона. Хотя, в общем, проектом предусмотрена замена дорожной одежды, светофоров, дорожных знаков и уличного освещения. Дачники должны быть водоплавающими. Иначе попасть в остановочный павильон, чтобы ожидать автобус, нереально. Это Федоровские дачи, а остановка называется «Наука». Только вот расположена она в низине и оказывается затопленной каждый раз после дождя, а также в период таяния снега. Проблемы это преследуют огородников не первый день, поэтому и просят произвести здесь подсыпку территории, чтобы ожидать автобус можно было не по колено в воде. В 23 микрорайоне Пришахтинска зимой будет теплее, чем в остальной части города. Там теплотрасса неизолирована, поэтому и обогрев улицы будет интенсивный. От этого и переживания жителей многоэтажек. Это, к примеру, двор 23, 24 и 25 домов. Здесь видно, что работали коммунальщики. На трубопроводе стоят новые задвижки. Только вот трубы, идущие к домам, оголенные. Хотя сразу их не разглядеть. Листва скрывают теплотрассу. Хотя зимой все это будет как на ладони. Поэтому и просят местные жители уделить внимание изоляции трубопровода. У нас 25 дом, вот тут 23 дом. Тоже идет разводка, тоже голых труб. Вот посмотрите, пожалуйста. Платите, платите, тарифы поднимаются, а трубы все голые. Каждую весну и осень с подтоплением дома сталкиваются жители Бухаржирау-77. Дело в том, что после дождя или таяния снега вся вода собирается возле дома. От этого и переживания. Во дворе проблематично передвигаться. Асфальтированная дорога приходит в негодность. Образовавшиеся ямы мгновенно заполняются водой. От этого и увеличиваются впоследствии. Проблема этому учит не первый год. Говорили о ней местные жители не раз. Только вот улучшение все никак не настанет. Вода полная. Даже домой невозможно зайти. Вот такая лужа вот. По колено. Прямо перед домом. Скопление крупногабаритного мусора беспокоит жителей 32-го и 42-го домов в 13-м микрорайоне Майкудука. Здесь и старая мебель, и строительные отходы появляются регулярно. Приспособить это все в хозяйстве никто не пытается. Частного сектора рядом нет, поэтому и на рожишку деревянной конструкции не растаскивают. Хотя подобных отходов здесь собирается много. Канавы роют, трубы латают. Жители 14-го дома в микрорайоне Гульдер-1 периодически наблюдают, как ликвидируют порыв в одном и том же месте. Рядом расположена проезжая часть улицы Муканова. В итоге при появлении утечки округа напитывается влагой, а после коммунальных разрытий вся глина оказывается на поверхности. Это и раздражает местных жителей. Ходить здесь потом проблематично. Пугает еще и то, что проблема возникает регулярно и примерно в одном и том же месте. Два раза в год, три раза в год прорывают вот эти трубы здесь. И начинает течь вода. Раньше светлая вода. В этот раз она какая-то, как канализация или что, и вон туда она все время текет. В компании Караганды-Су нам ответили, что в этом месте проходит магистральный водопровод диаметром 300 мм. Аварийность на участке увеличилась в этом году. В итоге проблемный трубопровод был включен в план замены на следующий год. Между тем появляющиеся утечки устраняются в оперативном порядке. Однако дождливая погода не позволяет производить благоустройство. Грунт перенасыщен влагой. Работы будут произведены при наступлении благоприятных условий, заключили в компании Караганды-Су. И пока у нас осталось немного времени, расскажем об истории из наших прошлых выпусков. Тогда жители 22-го дома в 14-м микровоине Майкудука переживали за детвору, их экипировку и спортивные снаряды. Дело в том, что ограждение футбольного поля представляло опасность. Можно было и мяч проткнуть, и самим зацепиться. Это и беспокоило местных жителей. На проблему отреагировали районные власти. На место была направлена специальная бригада, которая и произвела ремонт ограждения футбольного поля. Теперь беспокоиться, что кто-то поранится или мяч проткнет, нет смысла. А теперь расскажу о плановых отключениях электроэнергии. В эту среду, 4 октября, для проведения ремонта на сетях, компания Караганды Жарык обесточит отдельные строения, расположенные на улице Камалю-Дюсимбекова, Батырбаяна и Еликби, Бирюзова, Ильича, Курчатова, Разведочная, Медицинская, Минина, а также некоторые строения в 15-м микрорайоне Майкудука. Подробный список адресов, где не будет света, сейчас вы видите на своих экранах. И на сегодня это все. Если вы решили поведать о своем коммунальном бедствии, то смело фотографируйте или записывайте видео. Все это с комментариями присылайте в нашу редакцию посредством WhatsApp сообщений или в Telegram на номер 8700-150-5061. Событие станет достоянием общественности. До встречи в следующий вторник. Жалобы, 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 претензии, нарекания. Жалобы, 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 плохие воспоминания.